Лидеры по подделкам – сливочное масло, сыр и сгущенка. Это дорогостоящие продукты. Чтобы сделать их дешевле для потребителя, можно сэкономить на сырье. Самый распространенный вид фальсификации – это замена молочного жира растительным, в частности, пальмовым маслом. На эти виды продукции уходит большое количество молока. Например, чтобы получить килограмм масла, нужно порядка 24 килограммов или литров молока. То есть это большое количество поступления сырья необходимо иметь. И, соответственно, эта продукция достаточно дорогостоящая. Если говорить о сыре, это тоже до 15 килограммов на 1 килограмм. В Воронежской области молочные подделки находили у производителей из Московска, Курска, Рязанска и Воронежской областей. В отобранных пробах выявили несоответствие по жирно-кислотному составу. То есть молочный жир заменялся растительным. Соответственно, человек должен знать, он покупает масло сливочное и там молочный жир, либо там растительный жир и новое происхождение. И понимаете, когда добросовестный производитель, который борется за качество своей продукции, который вкладывает средства в то, чтобы развивать свое производство, чтобы улучшать свою продукцию, он вынужден конкурировать с тем, кто этого не делает, наверное, находиться на одной полке такие производители не могут быть. В первую очередь это обман потребителя, потому что потребитель должен знать, какую продукцию он употребляет в пищу. Потому что мы употребляем молочную продукцию ежедневно, как правило, и поэтому мы хотим получать нормальное содержание кальция от этой продукции, получать нормальное содержание жиров. В Воронежской области за фальсифицированную продукцию у недобросовестных производителей отозвали 39 деклараций соответствия. А это значит, поддельную продукцию нельзя хранить, перевозить и продавать. Соответственно, за недостоверность декларации выносятся штрафные санкции. Это и 100 тысяч, и 300 тысяч, в зависимости от того, сколько раз в отношении тебя применяются эти санкции. Конечно, ряд производителей научились уже обходить данное положение законодательства. И мы даже при борьбе с одним очень недобросовестным производителем, который, к сожалению, присутствует в Воронежской области, как и в других регионах, очень широко, мы заметили, то есть когда проверили реестр, обнаружили у него семь одинаковых деклараций. То есть люди уже подготовились к тому, что у них декларации будут отозваны, и, соответственно, можно будет выпускать продукцию по другой декларации. Вся выявленная фальсифицированная продукция изъята из оборота, ввода на предписание об устранении нарушений. Растительные жиры в составе молочных продуктов приводят к ухудшению обмена веществ, дистрофии ткани, возникновению холестериновых бляшек в сосудах. При регулярном употреблении ядрогенизированных масел повышается риск инсульта, инфаркта. Некачественная молочка сильно бьёт по здоровью потребителей, поэтому без контроля и проверки её качества не обойтись. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал.